Привет всем, у микрофона Хомиш и это свежие новости технологий в большей степени посвященные компании Intel. А все потому, что последнее время мы про них не говорим, так как тут вам и громкие анонсы амперов, и интересно чем ответят AMD. Хотя синие уже официально показали Tiger Lake, где приятно порадовала интегрированная графика. Плюс есть информация о дате выхода 11-го поколения настольных процессоров, то есть Rocket Lake. Также некоторые подробности серверных Ice Lake SP и еще много-много всего. Intel всеми силами пытается вернуть доверие общественности и лояльность фанатов. Короче говоря, новостей набралось множество, для удобства выпуск разбит на главы, ну и в описании имеются классические таймкоды. А также, ребята, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Конечно же, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, дабы быть в курсе всех новостей. Ребята, у меня есть актуальная и полезная информация для вас. У многих наверняка есть мощные и просто хорошие компьютеры, на которых можно не только играть в игры, но и получать классную профессию motion designer. Это тоже про красивую графику, но с возможностью хорошо заработать на фрилансе, либо в студии. Профессия очень перспективная, а получить крутую работу в портфолио можно всего за месяц. Ребята из мастерской Исаева скоро запустят новый поток курса по motion design, на котором дают вам задание, все необходимые видео уроки для его выполнения и раз в неделю проводят проверки, в которых говорят и показывают, как что улучшить, чтобы было круто. Четыре интенсивные недели, четыре этапа и вот вы уже имеете огромный багаж знаний, а также крутую работу в портфолио, с которой можете покорять любые фриланс биржи, заваленные интересными предложениями. Уроки подготовил сам Мартин Лэб. Работавший над эффектами Стражей Галактики 2, Тор 3 Рагнарёк, первому игроку приготовятся Бамблби, Звёздные Войны Соло и не только. Самое время направить ресурсы своего ПК в правильное русло, ссылку и промокод я оставлю в описании под видео. Кстати, если вы обратили внимание на вступление этого видеоролика, то заметили, Intel провели некий ребрендинг и теперь у них официально новые логотипы. Всё это сделали аккурат под выход 11-го поколения мобильных процессоров, как раз вот этих самых Тайгерлейков, с которых я и начну. Как бы там ни было, но именно в ноутбучном сегменте происходят самые главные революции синей компании без каких-либо задержек. Там мы и 10-нанометровый техпроцесс увидели вовремя, и айслейки достаточно быстро подоспели, и даже поддержка новых интерфейсов вводится практически без задержек. Для начала хотелось бы поговорить о том, что в принципе представляют из себя Тайгерлейки. Это X86 совместимые мобильные процессоры на свежей архитектуре V-LowCow в максимальном варианте на 4 ядра и 8 потоков с бустом до 4,8 ГГц. Производятся они по 10-нанометровой технологии SuperFin, которую можно воспринимать как уже 2 раза усовершенствованный 10-нанометровый техпроцесс. Да, от плюсиков синяя компания отказалась, и про SuperFin я уже рассказывал несколько выпусков назад. Кому интересна сейчас будет подсказка на тот видос, а мы продолжим. Здесь вам обновленный контроллер памяти с поддержкой LPDDR4X на частоте 4266 МГц и обычный DDR4 на 3200. Также встроенные контроллеры Thunderbolt 4 и PCI-Express 4.0. Абсолютно два новых блока медиа-энкодинга для кодирования и декодирования видео, поддержка вывода изображения в 8К и 60FPS, а также очень достойная энергоэффективность. Даже в сравнении с Ice Lake также имеется поддержка Wi-Fi 6. И самая главная фишка мобильного 11-го поколения это конечно же Iris XE Graphica в максимальном варианте на 96 Execution Units с частотой на 1350 МГц. Да, это XELP, микроархитектура самая простенькая и так сказать начальная, но именно она уже максимально обкатана и по итогу вычислительная мощность топового решения сопоставима с MX350 и оказывается лучше AMD-шной Vega из 7-го Ryzen 4800U. Причем в некоторых случаях отрыв получается просто нереальный. Например в том же Apex и BF5 Vega из Ryzen не может выдать даже 30FPS, а интеловская XE графика доходит практически до 40. Если же посмотреть на LoL, CSGO, Dota, Rocket League и другие популярные мультиплеерные проекты, отрыв также получается в районе 30%. Да, в некоторых случаях решения идут очень близко друг к другу, ну а в других наоборот мы видим практически двухкратный отрыв. Например в третьем Ведьмаке Gears Tactics и Grid 2019. Когда Vega выдает в лучшем случае 30FPS, интеловская XE доходит до 60. И конечно же все эти тесты проводились при Full HD разрешении. Тут же еще очень важно отметить, 8-я Vega в 7-м Ryzen 4800U работает на 1.8 ГГц, против 1.35 у XE графики. Но при этом по количеству потоковых процессоров конечно же есть определенный разрыв. Если у Vega их 512, то у Iris XE 768, что сопоставимо с GTX 1050 Ti. Правда конечно же производительность синего решения оказывается хуже, но здесь и небольшой TDP. Если же говорить про сопоставимую Vega, то потребовалось бы 12 Compute Units. Тогда мы бы получили такое же количество потоковых процессоров и производительность была бы плюс-минус одинаковой. Но с другой же стороны кто виноват в том, что AMD не смогли поставить более чем 8-ю Vega в свои мобильные процессоры. Здесь даже нет никаких спекуляций со стороны Intel. Сравнивался топовый Ryzen 4800U с топовым Core i7-1185G7. Также для большей эффективности интеграшку Intel сравнили с Nvidia MX350. И тут что характерно, мы в большинстве случаев увидели практически аналогичные результаты. Где-то синяя карточка вырвалась даже вперед. Ну а например в GTA 5 отстала практически на 30%. Да, это все еще вопросы оптимизации. Но опять же, если MX350 это начальная дискретка, то наша XE это все-таки интеграшка в процессор. И ее уровень производительности прямо-таки впечатляет. Это действительно условная GT 1040. Еще не 1050, но уже и не 1030. И для ультрабуков такие процессоры будут просто мастхев. Если же мы поговорим про TDP и модельный ряд, имеется 9 различных решений, два из которых будут доступны лишь в 2021 году. Ну а оставшиеся 7 можно будет увидеть в ноутбуках на полках магазинов в ближайшие месяц-два. Начнется все с i3 1110G4 на 2 ядра и 4 потока с графикой на 48 Execution Units. И в общем-то это неплохой проц, как для теплопакетов 15 Вт. Далее идет почти аналогичный i5 1130G7 на 4 ядра и 8 потоков с графикой на 80 Execution Units. Которая ориентировочно будет аналогична по производительности 8 Веги. Здесь вам также теплопакет в 15 Вт и это неплохое решение. Сразу после имеется i7 1160G7 с таким же количеством ядер на такое же количество потоков, но с увеличенным объемом кэша и на 96 Execution Units. Это решение все еще с 15 Вт теплопакетом, трубобуст которого на одно ядро составляет 4,4 ГГц. После идут решения с TDP в 28 Вт. Да, он варьируется от 12 до 28, но пик именно эта цифра, от чего мы и отталкиваемся. Здесь имеются примерно аналогичные решения i3, i5 и i7, просто с большими частотами как и графики, так и процессора. Ну и по сути то есть 3 основных решения с 15 Вт МТДП и 3 основных с 28 Вт. Плюс самый-самый топовый, вот этот вот i7 1185G7, который и получил самый большой трубобуст и самые высокие частоты графики. Скорее всего ноутбуки с таким процессором обойдутся дороже остальных, и лично я лучше взял бы i7 1165G7, который в общем-то точно такой же. Но с пониженным бустом на 200 МГц на все ядра и с чуть пониженной частотой интегрированной графики. Ну и конечно же круто, что i5 и Tiger Lake также идут на 4 ядра и 8 потоков. По сути то они отличаются меньшим объемом кэша и чуть урезанной графикой. Естественно многие из вас могут сказать, что для работы райзены будут лучше, но поверьте это не так. Intel привели вполне себе достойные графики, где мы увидели прямое сравнение уже знакомого i7 с также уже знакомым седьмым райзеном. И да, прямо таки во всем софте имеется нехилый отрыв. А если мы поговорим про бенчмарки, то к примеру в Fire Strike разница с седьмым райзеном составляет 67%. Короче говоря, мобильные процессоры 11 поколения получились прямо таки очень достойными. Хоть мы и не увидели ни 6 ядерников, ни 8, даже того что есть уже достаточно. А если же у вас остается вопрос о том, когда появится Tiger Lake Age, где в топе будет 8 ядерник на 16 потоков, я могу сказать лишь о том, что произойдет это в первой половине 2021 года. Каких-то более детальных дат пока что нет. Кстати, некоторые из вас наверняка слышали про настольные коммитлейки, специально подготовленные под игру Мстители с отдельным индексом K.A., где K означает разлоченный множитель, а A – Avengers, что и переводится как Мстители. Да, это такая коллаборация Marvel с Intel, и что особенно примечательно, при входе в игру специальные алгоритмы будут считывать, какой у вас процессор, и если он окажется с индексом K.A., вы будете получать дополнительные бонусы при игре в Мстителей. А это та еще гринделка. Они должны были выйти примерно по тем же самым ценам, но в специальных красивых боксах. И что интересно, уже сейчас такие процессоры имеются в продаже даже на территории Российской Федерации в том же Reguardia. Например, Core i7-10700K.A. обойдется вам в 35 тысяч рублей. И это выходит даже немного дешевле в сравнении с обычным коробочным 10700K, но чуть дороже OEM-ной версии. Да, безусловно, выгоднее купить K.A. в процессор, но если вы собираетесь задротить в Мстителей, и хотите, допустим, удивить кого-то скриншотами из CPU-Z, с вот этим странным индексом K.A., то вполне можно приобрести и 10700, и даже другие модели, среди которых 10600K, и 10800, 50K, и 10900K.A. В общей сложности 4 процессора, и это лишь топовые решения. Круто то, что в нашей рознице они появились без каких-либо задержек. Кстати, многими ожидаемые Rocket Lake, готовящиеся на платформу LGA-1200, в основе которых будут ядра, аналогичные по архитектуре с той, что используется в Tiger Lake'ах, ожидается серьезный прирост по IPC в сравнении со Sky Lake'ом, и также у Rocket'ов будет поддержка 4-го PCI-Express'а. Ну и именно на этих процессорах окончательно уйдет на покой 14-нанометровый техпроцесс. Да, спустя уже более чем 6 лет после его освоения, мы получили, наверное, уже с десяток плюсов, и что характерно, это будет уже седьмое поколение настольных процессоров на 14-нанометровых нормах. Так вот, по последней информации, Rocket'ы должны выйти в первом квартале 2021 года. Да, были слухи о том, что представят их до конца 2020-го, но теперь эта информация опровергнута, и подождать придется примерно января-февраля. Возможно, анонс состоится в самом начале, ну а до полок магазинов процессоры будут добираться месяц-два. Насколько крутыми окажутся Rocket'ы, пока говорить рано, но это может быть достойный конкурент 4-тысячным настольным Ryzen'ам. Правда, минусом будет то, что более чем 8-ядерных моделей мы не увидим. А для того, чтобы хоть как-то разделить i7 и i9, похоже, что Кура i7 будет на 8 ядер и 12 потоков с уполовиненным гипертрейдингом, а i9 на те же 8 и уже 16 потоков. Плюс, конечно же, будут какие-то разницы в частотах. Да, об этом я уже много раз говорил и в прошлых выпусках, но у меня и новые подписчики появились, и далеко не факт, что вы об этом помните. Короче говоря, я сомневаюсь, что с Rocket'ами придет хоть какая-то там революция по настольному направлению. Я думаю, AMD так и продолжит тут доминировать. Хоть и по мобильному у красных явные проблемы после выхода Tiger'ов. Кстати, помните утечки про Intel Evo Powered by Core? Так вот, оказалось, что эти решения являются дальнейшим развитием ноутбучной платформы Project Athena. Если вкратце, данная инициатива дебютировала в прошлом году с приходом 10-го поколения, именно с Ice Lake'ами, и она выдвигает строгие требования к ноутбуку, описывающие производительность, энергоэффективность, современные интерфейсы, возможности ускорения AI, время работы от батареи, скорость выхода с режима сна и другие параметры. Intel Evo расширяют стандарты Project Athena, и если вы увидите на ноутбуке логотип Evo, значит он соответствует конкретному ряду условий. Среди них форм-фактор от 12 до 15 дюймов с сенсорным дисплеем Full HD+, интерфейсы Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6, не менее 8 гигов двухканальной памяти, NVMe накопитель не менее чем на 256 гигабайт, мгновенный выход из сна менее чем за одну секунду, максимально узкие рамки экрана и толщина корпуса не более 15 мм. Также системы, выпущенные под брендом Intel Evo, должны будут предлагать несколько вариантов реального времени автономной работы, а именно минимум 4 часа после 30-ти минутной зарядки. И да, тут же должно быть наличие веб-камеры, дисплея и звук премиум класса. Многие крупнейшие компании-партнеры уже подтвердили свое участие в программе Evo. Здесь вам и Asus, и Acer, и Lenovo, и Samsung, и Dell, и HP, и многие другие компании. Тема, конечно, крутая, мы получаем прямо такие достойные ультрабуки для работы, ну и конечно же ценник таких устройств будет просто космическим. Хотя, возможно, появятся какие-нибудь решения на i3 за условную 1000 баксов. Это, конечно, реально, но все равно под большим вопросом. Кстати, внутри Intel вовсю готовится дальнейшее развитие атомных процессоров семейства Grand Ridge. Они должны будут прийти на смену нынешним Snow Ridge и использовать микроархитектуру Graysmond, или даже более новую. Эти процессоры разрабатываются уже с расчетом под 7-нанометровый техпроцесс HLL+. Это уже сильно доработанные технологические нормы, близкие к 5-нанометрам TSMC. Да, выход таких чипов состоится не ранее, 2022 года, и скорее даже к его концу, но тем не менее Grand Ridge сможет нас нехило так удивить. В максимальной конфигурации можно рассчитывать на 24 ядра на частоте до 2,6 ГГц, а сами ядра сформированы в специальные 4-ядерные кластеры с общим L.2 кэшем до 4 МБ, что, конечно же, очень похоже на AMD-шные FX. Прямо-таки серьезно доработанный бульдозер, но на низких частотах и с расчетом под базовой станцией 5G-сетей. Такие однокристальные системы получат двухканальный контроллер памяти DDR5 на частоте 5600 МГц и, конечно же, четвертый PCI-Express вместе с третьим на 16 линий каждый, то есть 32 линии в общей сложности. Также Grand Ridge, помимо базовых станций 5G-сетей, найдут применение в микросерверах с низким энергопотреблением, во встраиваемых устройствах и другом оборудовании сетевой инфраструктуры. Размеры готовых процессоров будут совсем невелики и, конечно же, всех порадует небольшое энергопотребление, при том, что в топовой конфигурации, напомню, у вас будет 24 ядра. Да, мы, обычные пользователи, нигде не встретим такие процессоры и, что характерно, у тех же AMD просто нет ответа ни на Tremont, ни на Graysmond, ни на нынешние Snow Ridge, ни на готовящиеся Grand Ridge. Так что, по направлению микросерверов и вот этих вот станций под 5G-сети, Intel занимают явно лучшее положение в сравнении с AMD, ведь красные там вообще никак не представлены. Если же мы поговорим про обычные Ice Lake SP, которые уже давно готовятся и изначально они должны были выйти значительно раньше, старая новая архитектура Саннико вас приятно порадует приростом производительности по IPC на одно ядро в 18% в сравнении со Sky Lake SP и Cascade Lake SP. Это прямо-таки очень достойный показатель практически на 1,5. И тут важно вспомнить недавние тесты Ice Lake SP, которые в сравнении с аналогичными Epic'ами выдавали вполне себе достойный уровень производительности. Работать такие решения будут на специальной платформе Witely с поддержкой двух сокетов. И да, важно вспомнить то, что Ice Lake SP производится по 10-нанометровым нормам, что делает их первыми серверниками от Intel на новом техпроцессе. Даже здесь революция происходит значительно быстрее в сравнении с классической настольной платформой. Также нас ждет поддержка 4-го PCI-Express'а, просто лютейший TDP и увеличенный объем кэша, плюс достойная работа с AVX инструкциями. По сути-то, Ice Lake SP уже сейчас готовятся для конкуренции с Epic'ами на уже Zen 3-й архитектуре. Выдержат ли ее они, пока что говорить рано, но в принципе ответ получается вполне достойный. Да, нам рассказали о том, что мы видим самую топовую модель максимум на 28 ядер, но дело-то все в том, что были утечки даже от 38-ми ядерной модели. Поэтому, возможно, то, что нам показали, это далеко не самая топовая конфигурация кристалла Ice Lake SP. Между тем, Раджа Кадури, который, напомню, до этого долгие годы работал в AMD и занимался теми же Polaris'ами, в последнее время прекрасно себя чувствует внутри Intel, и вот он рассказал про готовящуюся серверную платформу Sapphire Rapids, где, по его же словам, будет поддержка и 5-го DDR и PCI-Express 5.0, а выход платформы намечен на конец 2021 года. Также нас ждет поддержка расширенной системы команд X86 под названием AMX Advanced Matrix Extension, плюс ожидается наличие высокоскоростного интерфейса Compute Express Link 1.1. Сами по себе Sapphire Rapids создаются специально для обработки матриц с целью ускорения рабочих нагрузок машинного обучения. И да, если у Intel все получится, то закрепление AMD по серверному направлению остается под большим вопросом. На самом-то деле, если посмотреть абсолютно на все сегменты рынка, включая даже видеокарты, AMD нормально себя чувствует лишь в случае с консолями и классическими настольными ПК. Во всех же остальных направлениях у Intel все просто прекрасно, и конкуренция со стороны AMD даже не ощущается. Хоть и красный пинок под зад синим пошел явно на пользу. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да и касательно других новостей в том числе. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Спасибо за просмотр, не болейте, удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok